Я сейчас построю некоторое отображение, которое называется «Подковый смейт». Когда я его построил, вы меня спросите, скорее всего, а если не спросите, то, по крайней мере, подумайте, а в чем здесь подкова. Я вам этого сейчас не скажу, а скажу чуть-чуть попозже, после того, как мы обсудим эту штуку, про которую я вам расскажу. На текущий момент не пытайтесь увидеть в том, что я рассказываю, никакую подкову, ее тут нет. Ну вот, нам поехали. Значит, наше отображение будет действовать на квадрат. Точнее, даже не совсем на квадрате. Она будет действовать на такой штуке. Мы возьмем квадрат. Значит, это квадрат Декартовой плоскости. У нас есть х-картоната, есть у-картоната. И у нас есть такой квадрат, который получается на этой декартовой плоскости. Это множество всех точек, у которых и х-картоната лежат на отрезке от 0 до 1. И этот квадрат мы сейчас сразу же разобьем на три части. Эта полоска называется АНО, а вот эта полоска называется ААНИ. Теперь я определю отображение. Сначала я его определю в совсем неформально. Что будет происходить? Я сейчас возьму этот квадрат, растяну его в три раза по горизонтали и сожму в три раза по вертикали. Представьте себе, что этот квадрат сделан на самом деле из пластилина. И мы можем с ним делать такие вещи. Растягивать его, сжимать, что хочу. И я делаю именно это. Я возьму этот квадрат и вращу его в такую вот полоску. Давайте я зашлифовываю эти области. И здесь буду отличать, куда эти области перешли. Когда мы сжали и расстянули этот квадрат, у нас с каждой из этих полосок тоже с ней произошло то же самое. Она вот так сжалась и вот так растянулась. И перешла в какую-то полоску здесь. Давайте поймем, в какую полоску. У квадрата была раньше вот эта вот, как бы сказать, ширина была равна единице. После того, как мы его растянули в три раза, а это же стало не квадрат, и у него стала ширина равняться тройке. То есть вот эта штука имеет длину 3. Соответственно, раньше мы разделяли этот квадрат на две равные части, каждая часть была по 1 треть. А после того, как мы растянули квадрат в три раза, каждый из этих частей стала иметь длину 1. А по высоте эта штука стала иметь высоту 1. Потому что мы ее в три раза сжали по вертикали. Получилась вот такая вот, видите, такая длинная колбаса. Теперь мы делали с этой длинной колбасой следующую вещь. Мы выкинули следующую треть вообще. Она мне нужна. Вот эту штуку оставили, как она есть. А вот эту штуку, вот эту прямоволючную, мы переместили... Давайте я покажу, что все вот так прокрутируем. Мы ее переместили вот сюда. Эта треть осталась как есть, эта треть перенестилась вот сюда. А теперь получилось такое отображение. Отображение определено не на всем этом квадрате, а на объединении вот этих двух полос. А ноги А1. И она действует ровно так, как нарисована. Вот эту левую полосу, она перемолвает в лоскатую полосу. А вот эту правую полосу, она перемолвает в такую глинтонтальную полосу, как здесь отмечали. Можно нарисовать такую картинку. Вот у меня была такая вертикальная полоса. А вот эта вертикальная полоса переходит в эту глинтонтальную полосу. А наоборот, вот эта вертикальная полоса переходит в эту глинтонтальную полосу. Ну, когда я говорю переходят, то называется, что переходят именно путем вот такого сжатия, вот такого растяжения. То есть мы ничего не поворачиваем, а именно делаем только операцию сжатия, растяжения и параллельных переносов. больше ничего у нас нет, никаких поворотов здесь нет. Получается такое отображение. Давайте я буду опять же обозначать буквой f. Оно определено на объединение a0 и a1 и отображает эту штуку в квадрат. Я буду обозначать буквы x. Значит, x это и есть 0,1, 0,1. Это наш квадрат. Вот определено такое отображение. В каждой точке... Ну, например, давайте посмотрим. Допустим, я возьму вот эту точку, куда она перейдет? Вот эта точка перейдет под действием вот такого сжатия, вот такого растяжения, она перейдет куда-то вот сюда. Куда-нибудь вот сюда. Соответственно, была здесь переместиться куда-то, соответственно, вот сюда. Вот так есть вот этот отображение. Точки квадрата переводятся в точку квадрата. Отображение определено не на всем квадрате. Отображение определено только на объединение в этих двух холмс. Вот здесь, вот в этой незакрашенной области отображения, не определено холмс. Такое бывает. Это отображение называется подковой смейт. Ну, точнее, это одна из версий подковой смейт. Вот так вот. Вот так вот.